Что делать, если... к рождению и к покупкам в интернете? Потому что и не только пандемия нас к этому подталкивает, но и вообще, в принципе, очень распространенная теперь эта практика, покупать всё в интернете. И вот в период подготовки к Новому году, перед которым мы сейчас с вами записываемся, тут была и чёрная пятница, и чёрное вообще всё. Чёрный месяц, наверное, был даже. Да, целый чёрный месяц. На всех торговых площадках, а для некоторых покупателей, наверное, этот месяц и продолжается чёрным, в том плане, что появились какие-нибудь проблемы. Мы без проблем-то к вам, к экспертам, не обращаемся. Давайте поговорим об онлайн-торговле и об особенностях, связанных с этим, с возвратом товаров, с проведением экспертиз, с нашими претензиями и недовольствами. Ну, начнём с того, наверное, чем отличается торговля или покупка в интернете от традиционной, от магазинной. Да, по сути, наверное, ничем не отличается, если только тем, что мы не видим вживую ни продавца, ни сам по себе товар. То есть видим страничку на экране монитора, на которой, значит, описаны характеристики товара, его стоимость, ну и данные продавца. Вот и всё. Повердеть не можем, сразу увидеть там какие-то царапки и ничего там. Это невозможно, но покупке не мешает. Всё дистанционно. Ну и проблемы-то, конечно, начинаются, когда мы этот товар купили, получили. И чаще всего, если мы речь ведём о, допустим, покупке впрок, для того, чтобы кому-то подарить или ещё что-то, когда у нас тут сезон скидок, а нам ничего вроде не надо, но взяли и закупились, тут возникают, наверное, ещё нюансы, связанные с тем, как это возвращать, если что, да, если там какой-то срок упущен или не упущен. Вот какие здесь нормативные там есть сроки для возврата и что делать, если мы их пропустили? Ну, на самом деле, значит, покупка в интернет-магазине по сути своей ничем не отличается от покупки в обычном магазине. И все сроки, установленные для покупок, которые мы совершаем в обычных магазинах, они точно так же действуют и на интернет-магазины. Значит, единственное, наверное, чем отличается это моментом передачи товара, то есть мы получаем товар не в момент его приобретения, а в момент получения его либо на пунктах выдачи, либо на почте. Поэтому, значит, момент передачи товара покупателю считается с момента его выдачи на пункте. Если эту дату установить невозможно, тогда, значит, датой передачи товара покупателю является дата его приобретения. То есть время доставки у нас эти дни не воруют, скажем так, да, выделенные на то, чтобы попробовать там, проверить все? Нет, конечно, нет. Хотела спросить Ларису, часто ли встречаются какие-то злоупотребления, скажем, со стороны интернет-продавцов тем, что их никто не видит, например, да, можно отправить что-нибудь не очень качественное, там, связываться с возвратом не захотят. Вот есть такая какая-то там практика? Ну, я думаю, что в наше время сейчас это часто. Поэтому действительно отправляют, несмотря на то, что это такая же нормальная обычная покупка по закону, там, что-то не очень, да, ликвидное, скажем. Вместо телефонов отправляют кирпичи, камни. Правда-правда? Нет, на самом деле, да, такие случаи бывают, но к нам с подобными случаями пока еще никто не обращался. А что делать? Вот если мне пришли камни или губка, не знаю. Во-первых, мы должны выбрать магазин. Хотя бы рассмотреть какие-то там рекомендации о нем, смотрим отзывы о магазине. Ну и потом в процессе выбора товара нам тоже лучше ориентироваться на отзывы покупателей, на характеристики товара. Внимательно смотрим. Если магазин какой-то, ну, думаю, что... Вызывает подозрения. Или наоборот, не вызывает подозрения хорошее, то там можно запросить, наверное, и консультанта, с консультантом переговорить. И какие-то дополнительные характеристики товара запросить. Ну, а так... А так дальше на свой вкус, да. На страх и риск. Что чаще всего? Действительно телефоны приходят не очень хорошие? Или вообще не телефоны? Или там то же самое бывает с обувью, с одеждой, с косметикой? Да нет, быть может с чем угодно. Независимо от того, что, значит, люди заказывают, недобросовестные продавцы, ну, или, наверное, в данном случае лучше называть их своим именем мошенники, вместо того, что продается на сайте, значит, наполняют упаковку, ну, всем чем угодно, только не тем, что они продают. Вот, поэтому в данном случае мы должны действовать каким образом? Получив не то, что мы хотели, необходимо обратиться в полицию с заявлением. Даже так? Уже в полицию? Конечно. А тут иных вариантов никаких нет. То есть, потому что в отношении покупателя совершен акт мошенничества. Уголовно наказуемое деяние. А подождите, вы обычно рекомендуете сначала там с контрагентом, ну, в других вот ситуациях попытаться полюбовно решить спор? В данном случае спор полюбовно решить не удастся, потому как, ну, мошенническое действие совершено. Пришло не то, что мы ожидали совершенно. Вот. И, как правило, продавец в данном случае устраняется, и на контакт с покупателем не идет. Поэтому у нас выход только один. Не скажут, пришлите нам обратно кирпичи, мы телефон все-таки отправим. Это больше при получении на почте. А если магазин хороший, нормальный, то мы либо получаем у курьера, либо на пункте выдачи, и тогда мы рассматриваем уже товар и упаковку. Часто хочется сбежать с пункта выдачи, быстрее схватив коробку, но вы, наверное, да, рекомендуете каждый раз там сразу на месте. Сразу смотрим на упаковку. Безусловно, да. Давайте проговорим еще сроки, в течение которых у нас есть возможность по группам товаров, да, ну, забрали мы домой, не распечатывали. Все-таки там прийти домой, убедиться, что там нам не нравится, либо не то, и вернуть как-то обратно. Если у нас товар надлежащего качества, сохранены все бирочки, маркировка, и продавец нас письменно уведомил, информацию о товаре дал и сроках возврата, то потребитель вправе отказаться в течение 7 дней, если товар надлежащего качества. Если продавец письменно не предупредил покупателя о сроках и о возврате, о порядке возврата. И характеристиках. И характеристиках товара, да. То мы можем товар надлежащего качества вернуть в течение 3 месяцев. Так. А вот смотрите, есть там всякие носки, чулочные, носочные изделия, которые возвращать нельзя, если мы их не распечатывали. Не знаю, пришло не то. Вижу по цвету сквозь упаковку. Или просто не хочу эти носки, колготки, неправильная полосочка пришла. Вообще нет никаких вариантов? Или как вот здесь поступать? Это у нас группа товаров, да. По постановлению правительства номер 55 Российской Федерации есть такая группа товаров, которая невозвратная. Даже если мы их не вскрыли. Да, это бельевая группа, которая не возвращается. Ну, вообще ноль вариантов. А если... Нет, тут, смотрите, значит, не совсем ноль вариантов. Тут, если только продавец не пойдет навстречу покупателю, потому что, ну, бывают ведь случаи, когда, значит, действительно пришел либо не тот размер, либо не тот цвет, какой мы заказывали реально и хотели получить. Вот. Есть смысл обратиться все-таки к продавцу, ну, либо с заявлением письменным, либо с устным, и попытаться все-таки либо вернуть, либо поменять. Шанс какой-то есть. Он невелик, но он есть. В том случае, если продавец пойдет навстречу. То есть, право-то такого у меня по большому счету? Право-то такого, да. Даже если они мне, ну, действительно прислали, ну, совсем не то. Эх. Так, а с чем чаще всего бывают проблемы? С одеждой. С телефонами. Вот телефоны, судя по данным всяких сайтов, где уже прошли черные пятницы, это самые часто покупаемые вещи. И бытовая техника. Бытовая техника, да. А что там, какие сложности возникают? Разные. Вы сейчас видели, господа радиослушатели, слушатели лицо Ларисы, там, мне кажется, вообще просто полет фантазии любой не так широк, как возможности, там, каких-то нарушений, и вообще, что такое там происходит? Ну, это бывает вообще, ну, очень разные недостатки бывают. Ну, например, то, что вас поразило в последнее время, например. Нас удивить и поразить-то, наверное, чем-то достаточно сложно, поэтому нам сложно ответить на вопрос, что вас удивило или поразило в последнее время. Вы как ученые смотрите на это. Да, мы же проводим исследования, к какой группе недостатков относится тот недостаток, который покупатель выявил в товаре после приобретения его. И поэтому, ну, для нас по большому-то счету определяется, либо недостаток носит эксплуатационный характер, который возник по вине потребителя, либо данный недостаток образовался по вине изготовителя на фазе его производства еще. Поэтому, ну, чаще всего, да, приходится сталкиваться, да нет, пожалуй, пополам и эксплуатация, и производственные недостатки, может быть, пополам, наверное, они и есть. С потребительским терроризмом, тоже экстремизмом приходится до сих пор сталкиваться. Словно, да. А что чаще всего? То есть, там, действительно, объективные какие-то проблемы или субъективные потребительские, там, требования не выполненные? С чем к вам приходят? С чем приходят? Приходят, ну, во-первых, с реальными проблемами приходят, да, а когда речь идет о потребительском экстремизме, тут в любом случае субъективное мнение покупателя о том товаре, который он получил, и не хочет им пользоваться по каким-либо из причин. То есть, ну, попользовались, допустим, какой-то период времени, поносили, допустим, одежду или обувь в течение двух недель или какого-то другого периода, значит, посмотрели на себя со стороны, ну, не нравится, фотосессию сделали, допустим, все, больше эта вещь не нужна. Ну, и решили ее вернуть обратно. Точно так же происходит и с иными вещами, там, с телефонами, бытовой техникой, телевизорами, там, и тому подобное. То есть, есть вещи, которые действительно недостатков не имеют, но покупатель говорит, что... А что вы делаете с такими обращениями? Все очень просто. До свидания, что ли? Нет, на самом-то деле все очень просто. У нас есть заявка на производство экспертизы, у нас есть договор с гражданином. Вот, мы проводим экспертизу и определяем, каким именно недостатком, какой группе недостатков и есть ли вообще эти недостатки у товара. То есть, если они есть, к какой группе они относятся? эксплуатация либо производственные недостатки. Мы по-честному определяем, что да, если недостатки отсутствуют, либо они есть, но обвозникли по вине покупателя, значит, именно такое и будет заключение выдано. Проводим честное исследование. Смотрите, бывает, допустим, человеку не нравится, ну, то, что пришло там в мятой упаковке или еще что-то. Это повод для возврата? Какие есть вот еще, кроме того, что у нас, ну, явно там, не знаю, телефон с разбитым стеклом, штаны с дыркой на колене там, или явно поношенные. Кстати, поношенные вещи, это повод для возврата? Конечно, вот и в момент передачи товара мы смотрим в первую очередь на упаковку. Если упаковка разрушена, мы должны уже задуматься. Ну, разрушена или повреждена в какой-то мере, деформирована, да, это повод, ну, в первую очередь проверить внешний вид того, что находится в самой упаковке и, наверное, проверить работоспособность прямо здесь, не отходя от того места, где мы получаем. Посмотреть товар хотя бы внешне. А если с товаром все нормально, ну, вот я хотела подарить телефон красивый, нормальный, упакованный, а у него вот коробочка там, не знаю, порванная, грязная. Ну, тоже нужно задуматься, да, если упаковочка порванная, грязная. не имеет смысл отказаться от покупки. Потому что что там было в пути с телефоном, куда он попадал, почему коробочка грязная и рваная. В пути ли это было, тоже неизвестно, потому что определить давность образования механических повреждений наша наука пока не позволяет. Смотрите, я еще хотела, поскольку у нас тут были некие переносы записью. В прошлый раз, когда мы бы с вами встретились, я бы вам показывала здесь пульсоксиметр. Популярные нынче приборы. Пришел тоже вот на заказ с коллегом. Вроде был, все нормально, ставили батарейки, все не закрывается и не работает. и вот какой алгоритм действий вообще тут может быть? Что делать? Вот ты пришел, забрал это в почтомате, в постомате. То есть с тобой даже никакой там ни курьер, девушка на пункте выдачи просто сам все забрал и вот ты один на один буквально с приборчиком, который не работает. Мы фиксируем недостатки, какие выявлены нами и нужно тогда обращаться с претензией к продавцу. В первую очередь. Алгоритм, да, действует здесь. Он точно такой же, как при покупке в обычном магазине. Если мы обнаружили неисправность, мы в первую очередь обращаемся к продавцу с заявлением о возврате замене значит возврате денежной суммы за приобретенный товар. если продавец на встречу не идет ну, наверное, обращаемся к специалистам делаем заключение о причинах образования выявленных недостатков и с данным заключением опять же обращаемся повторно к продавцу если продавец в данном случае не идет на встречу мы обращаемся в суд. А сколько у нас есть времени на вообще все эти переговоры чтобы не стекли какие-то сроки? При наличии недостатков товаря значит мы можем предъявлять претензии продавцу либо изготовителю в течение двух лет с момента приобретения либо в течение гарантийного срока если он превышает эти два года либо значит в течение десяти лет если срок службы товара не установлен кто-то столько пытается вести борьбу за свои приборы или вещи нет на нашей практике такого еще не было а вот в течение двух лет да вполне себе практика такая есть а кто побеждает если все очевидно то побеждает покупатель то есть если есть недостаток если подтверждается что он производственный и возник до передачи товара покупателю то в данном случае никаких вариантов быть не может а вот смотрите если там в магазине в обычном мы можем ведь и и деньги попросить и товар поменять на другой ну здесь есть есть нюансы лариса васильевна наверное лучше расскажет про данные нюансы у нас несколько вариантов мы можем попросить обменять товар либо на такой же точно если такого же точно нет на подобный но там с доплатой либо наоборот либо наоборот можем попросить устранить недостатки ну либо вот самый последний вариант который всем нравится расторгнуть договор купли-продажи и вернуть денежки а если в интернете там всегда только возврат денег или можно там тоже точно так же то есть можно попросить поменять у нас закон один но другой чтобы там не было процедуры возврата денег так вообще вот интернет шоппинг чтобы был безопасным мы уже сказали что нам нужно обязательно обращать внимание на магазин на магазин на рекомендации на отзывы да давайте еще что-нибудь назовем для наших покупателей в периоды всех ажиотажей я не знаю может быть они сейчас даже не прекращаются потому что для многих шоппинг это средство для снятия там стресса кстати стрессовые вот эти покупки там с ними можно что-то сделать я купила потом но я не хочу ну не хочу все просто так ну в ночи подвернулся вот по закону у нас дается 14 дней и мы можем товар надлежащего качества с бирочками с маркировкой его вернуть в течение 14 дней просто подержал в руках насладился и все аккуратно померил вот выбрали мы правильно допустим да магазин еще давайте какие-то два-три главных правила для того чтобы не пришлось обращаться к экспертам и там дальше куда-то по судам и писать какие-то бумаги вторым пунктом наверное вот должно быть как раз мы должны смотреть на отзывы о товаре на характеристики товара вот можно запросить характеристики если нужно побольше чего-то пригласить консультанта с консультантом переговорить ну и третий пункт когда уже товар приобрели то обязательно сохранять все чеки документацию на приобретенный товар а как с интернет покупками быть а там что все равно мы же оплату производим каким-то образом имейлы не удалять в любом случае то есть мы оплачиваем либо через онлайн банк либо каким-то иным образом то есть у нас либо чек либо квитанция об оплате за товар они сохраняются все равно они никуда не деваются поэтому мы их вот эти платежные документы сохраняем и потом значит можем там где нужно их предъявить а значит уже вот эти вот упаковка там пакеты все это не столь важно да это при получении при получении да лучше не спешить все проверить посмотреть проверили упаковку упаковка целая вскрыли упаковку посмотрели все ли правильно там лежит у нас то что должно лежать ну и тогда уже собственно проверяем все остальное дома а вот смотрите есть еще случай возврата когда потребитель несет какие-то издержки на то чтобы отправить это обратно может можно ли потом попытаться это как-то ну взыскать не потому что вот я возвращаю что мне не понравился цвет блузки или там пуговки а действительно это был там какой-то там не знаю кирпич вместо телефона мы с вами договорились что вы его принимаете обратно но я пришла на почту и с меня попросили там 500 рублей за пересылку транспортные расходы не учитываются идут это расходы покупателя даже если все согласны что там что-то не то в любом случае эх значит не процветать особо экстремизму если вот такие вот расходы будут там сопоставимы со стоимостью покупки да две футболки по две футболки и оплата за пересылку этих футболок обратно по стоимости самих футболок ну кстати хороший способ для продавцов защитить себя вот от таких вот вещей да или там просто делать хорошую такую доставку допустим ну потребительский экстремизм он вот в таких-то ситуациях я думаю что и не процветает потому что не те суммы ради которых ну стоит предпринимать какие-то действия причем явно противозаконные действия вот кстати вспомнила я как-то там много лет назад случай принесла упаковку йогурта из обычного магазина тогда в интернете еще ничего не было и там просто полбанки это плесень большинство же людей не идет в магазин возвращать и а что бы вы сказали вот вообще сложно это потому что сказали что суммы несопоставимы здесь тоже там затраты времени нервов на то чтобы все вернуть стоит ли так делать чтобы у продавцов там был негативный опыт и чтобы они там лучше заботились о том что у них лежит на витрине или это вообще ну бесполезно нет почему бесполезно совсем не бесполезно я думаю что стоит конечно другой вопрос что при значит обращении с продуктами питания все это все это экономически нецелесообразно допустим провести экспертизу какого-то продукта питания будет стоить дороже чем сам по себе продукт и поэтому люди когда звонят и интересуются сколько будет стоить экспертиза по продуктам питания узнают ее стоимость в большинстве да не во всех случаях они отказываются значит от экспертизы и либо решают вопрос каким-то иным способом либо наверное просто отступаются и все на этом этапе а вообще конечно да можно значит при подтверждении того что покупку произвели именно в этом магазине пойти в магазин и попытаться вернуть лучше в тот же день купили посмотрели тут доказательства будут наглядные там плесень или что-то еще не поспоришь уже что на второй день что-то появилось там или на третий день а вообще вот если сравнивать там сегодняшний 2020 год и там десятый или 2005 как ситуация с соблюдением прав потребителей и ситуация с тем что там продаются качественные некачественные товары там что-то меняется вообще меняется меняется к лучшему нам реже подсовывают да что-то там испорченное ну меньше стало случаев во-первых значит может быть и продажи некачественных товаров больше стали навстречу идти продавцы то есть стали действовать в соответствии с законодательством потому что ну может быть наученный чужим опытом за последнее время потому что по закону защите прав потребителей когда взыскивается стоимость товара с продавца как правило взыскивается штраф в размере 50 процентов от стоимости самого товара поэтому если продавец не идет навстречу покупателю в данном случае он несет достаточно большие расходы а кому надо сказать спасибо за улучшение ситуации нам борцам за свои права или контролирующим органам суровости законодательства да тут речь наверное не в контролирующих органах потому что кто их будет контролировать кроме нас самих кроме покупателей которые не боятся обращаться наверное в суд и идут потом до конца зная что они правы и чувствуя поддержку экспертов юристов наверное так будем заканчивать нашу программу что пожелаем нашим шопоголикам покупателям и просто людям которые хотят что-то к новому году или там каким-то другим праздником приобрести главное не спешить будьте внимательны во всем ну и приятных покупок это были эксперт товаровед Лариса Гусельникова руководитель независимой экспертно-оценочной корпорации Сергей Копенев я Ольга Близина подборку наших программ можете всегда найти на нашем сайте хакирова.ру ну и в подкастах группе во Вконтакте всем счастливо до свидания что делать если